Война в Украине – это война в Европе. Об этом часто говорят как украинские, так и западные политики-эксперты. Чтобы помочь Киеву обрести мир, страны-участники нормандского формата должны искать новые подходы к европейской безопасности в целом, включая дискуссии с Россией. Так считают эксперты международной кризисной группы. Вместе с партнерами, Евросоюзом в лице Германии, Франции и США, Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира. Такую позицию озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По мнению экспертов, эта стратегия неизменна с самого начала диалога о Донбассе на международном уровне. Основная стратегия Украины в коммуникациях с США и Францией особо не поменялась за предыдущие годы. То есть это по сути та же самая стратегия. Украина настаивает на выполнении России и Минских соглашений, рассчитывает, что страны, которые связаны или с Минскими соглашениями, или с Будапештским меморандумом, поспособствуют своим влияниям на Россию и таким образом обеспечат выполнение Минских соглашений во всей их полноте, включительно с выведением российских войск с территории Украины. И Германия, и Франция ведут себя достаточно активно в переговорном процессе. Обе страны видят возможности для урегулирования конфликта на Донбассе исключительно в контексте Минских договоренностей. Мы видели в конце прошлого года, в ходе нормандской встречи, что Франция была больше налаштована на какую-то либерализацию отношений с Россией. Но это позитие не вплинуло на то, что Украина вдалася до каких-то суттевых компромиссий с Россией. Одной из Рады не произошло. Для Украины поддержка Запада имеет решающее значение в противостоянии российской агрессии, поскольку неоднократные попытки договориться с Москвой о прекращении войны дали ограниченные результаты. Западные государства в определенной степени принимают тезис о том, что война в Украине – это противостояние между Востоком и Западом. И что если западные державы не противостоят России в Украине, они в итоге могут столкнуться с Россией в другом месте. Довольно серьезно они к этому относятся, хотя мы должны понимать, что на фоне глобальных кризисов, которые сейчас развиваются во всем мире, конечно, тема войны на востоке Украины, она, наверное, сейчас не является топ-темой, которой она была, например, еще лет пять назад. Они, я думаю, настроены в первую очередь на то, чтобы избежать какой-либо крупномасштабной эскалации. То есть для них какая-либо форма заморозки все-таки лучше, чем любая эскалация. Они именно из этого исходят в первую очередь. Что касается Соединенных Штатов, то традиционно Вашингтон занимал последовательную проукраинскую позицию, настаивая на том, что суверенитет Украины должен быть восстановлен в полном объеме, без каких-либо условий и с минимальными компромиссами. Но после политических скандалов 2019 года роль США в мирном процессе по Донбассу несколько уменьшилась. Через Украину Гейт Штаты выпали из переговорного процесса, не всплываются в любом случае. Но тоже нещодавно был призначен новый посол, и он генерал-лейтенант у отставки. И хочется все рассчитывать это, как какую-то попытку подумать снова про Донбасс, про безопасные вопросы. Также эксперты отмечают, что США до сих пор не восстановили должность спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины после ухода с должности Курта Волкера в 2019 году. А это могло бы стать новой возможностью возвращения Штатов в переговорный процесс по Украине. Отстранение США от украинского вопроса подтверждает и сам Курт Волкер. К большому сожалению, США не отыгрывают значительные роли в поддержке этих процессов с тех пор, как я ушел в отставку в сентябре. Мне кажется, это реальным упущением. И в результате все оказалось возложено на плечи Франции и Германии. И я, к большому сожалению, разочарован тем, что Франция и Германия, они четко не заявили, что Россия нарушает Минские соглашения. Россия подписала и является частью Минских соглашений. Она не является сторонним наблюдателем. Она одна из сторон конфликта. И она не выполнила взятых на себя обязательств. По моему мнению, это одна из наиболее значимых вещей. Тем не менее, США остаются одним из самых главных инициаторов санкций против России. 10 июня в Палате представителей Конгресса выступили с докладом, в котором предложено ввести беспрецедентно жесткие санкции в отношении Москвы, как против одного из самых агрессивных противников Америки наравне с Ираном и Китаем. Пока что все предложенные в докладе меры носят рекомендательный характер и не считаются законопроектом, внесенным на рассмотрение Конгресса. Но тем временем Пентагон утвердил выделение Украины пакета помощи в сфере безопасности на 2020 год на сумму 250 миллионов долларов. Из разных стран Евросоюза, наоборот, периодически звучат призывы к пересмотру санкций против Российской Федерации, чтобы позволить снимать отдельные ограничения, если Россия будет способствовать настоящему прогрессу на пути к миру. Это не является официальной позицией, но предметом постоянных дискуссий. Позиция Франции и Германии намного более сложна. С одной стороны, они постоянно декларируют преданность суверенитету и территориальной целостности Украины. С другой стороны, они постоянно призывают к каким-либо компромиссам, к поиску. Это отражает целый довольно-таки сложный политический ландшафт и Франции, и Германии. Мы знаем, что во Франции и Германии есть политические силы, которые занимают откровенно пророссийскую позицию. Еще раньше, в апреле, в Евросоюзе высказали опасения, вызванные тем, что санкции могут препятствовать оказанию гуманитарной помощи оккупированным территориям во время эпидемии коронавируса. Стратегии Украины в переговорном мирном процессе и отношении к возможному пересмотру санкционного давления обозначил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Разделяем требования о немедленном прекращении огня, установлении глобального перемирия и консолидации усилий для мирного урегулирования конфликтов. Уверены, что санкционные режимы не являются препятствием для оказания гуманитарной помощи и медицинских услуг гражданскому населению в зонах конфликтов. Он отметил, что Украина полностью отдана взятым на себя обязательствам в соответствии с минскими соглашениями о прекращении огня на Донбассе, тогда как со стороны временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжаются обстрелы. К тому же незаконное вооруженное формирование регулярно саботирует мирный процесс, придумывая фейковую опасность со стороны Украины. В мае так называемые ЛДНР начали показательную мобилизацию резервистов с выдвижением тяжелой техники на линию разграничения. Также, прикрываясь инфекцией коронавируса, оккупационные власти от ДНР полностью блокировали въезд на оккупированную территорию и не открыли даже после того, как об открытии КПВВ объявила украинская сторона. Что касается жителей Донбасса в соответствии с опросом Фонда демократических инициатив, 50% тех, кто живет на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, считают, что в решении конфликта на Донбассе нужны компромиссы, но никакие угодно. При этом 34% жителей Луганщины или 14% на Донечине считают, что ради установления мира нужно идти на любые компромиссы. За решение конфликта только силовым путем высказались 27% жителей подконтрольной Донечины и только 7% жителей Луганщины. А что думают по этому поводу жители Донецка? С той стороны тоже это надо делать, надо осознать и тем. С той стороны. Тогда они будут поддерживать. А если там оно раскачивается, то ничего из этого хорошего не будет. Договариваться. Мы уже все сделали, что могли. Нужно просто на встречу друг к другу идти, наверное, с пониманием. Мы уже все устали и с той стороны, и с этой стороны. Думаю, все устали уже. Ну, договариваться. Понятно, что бесполезно с Украиной. То есть боевые. Только в этой войне, мне кажется, они победят. Должны победить кто-то. Либо они, либо мы. Попытаться вести какие-то диалоги с Украиной. И Украина должна вести диалог. И можно прийти к какому-то общему знаменателю. Путем переговоров войной ничего не добьешься. К России присоединиться. С Украиной жизни не будет уже. 12 июня руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн обсудили в Париже перезагрузку украинской делегации в Минском процессе и подготовку ко встрече в нормандском формате. Ермак и Бонн подробно обсудили ход реализации договоренностей лидеров нормандского формата по итогу Дегабрского саммита в Париже. По мнению экспертов, в будущем Украина должна продолжать занимать активную позицию в переговорах нормандского формата и в трехсторонней контактной группе. Для того, чтобы вопрос мирного решения для Донбасса не сходил с политической мировой повестки. Украина должна постоянно напоминать о том, что проблема не исчезла, проблема не растворилась, война в принципе продолжается, хотя и менее интенсивно, оккупация продолжается, проблема не решена. Я думаю, что постоянное напоминание об этих проблемах довольно важное направление украинской дипломатии. Продолжение следует...